Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Чтобы добраться до этого момента, потребовалось почти 10 лет, но команда наконец создала полностью работающий набор колес-трансформеров и прикрепила их к паре демонстрационных автомобилей. Новые колеса могут варьироваться в диаметре от 46 до 80 см, поддерживая при этом вес, достаточный для размещения на осях полноразмерного автомобиля. Колеса представляют собой трехслойную конструкцию на основе толстой гибкой композитной мембраны, предназначенной для складывания по линиям, аналогичным линиям оригами. Чтобы повысить прочность конструкции и износостойкость, нескладывающиеся панели скомпонованы с вырезанными лазером алюминиевыми фасетками, которые удерживают большую часть жесткости мембраны, за исключением линий сгиба. Предоставленные самим себе, колеса складываются до минимального диаметра, но при сжатии по горизонтали они полностью разворачиваются, а внутренние стопорные пластины добавляют конструкции дополнительную жесткость. Команда оснастила прототипом как лабораторную демонстрационную платформу, так и джип-ранглер, а помимо этого установила на автомобиле специальные прижимные пластины, которые выталкиваются на внутренние стенки ступицы, чтобы изменять диаметр колес по желанию. Неужели такая сложная система в самом деле нужна? На видео команда показала, как подобные колеса могут использовать, к примеру, маленькие роботы, это позволяет им двигаться или аккуратно и низко, подныривая под препятствие, или высоко, чтобы двигаться быстрее и плавнее. Предыдущие прототипы также включали выдвижные штанги, которые раскладываются при расширении колес, превращаясь тем самым в своего рода приспособление для покорения сложного рельефа, которое может протягивать транспортное средство через выступы, значительно превышающие диаметр колеса. Исследователи отмечают, что у этой гибкой конструкции есть и слабые места, так что вряд ли она станет популярна в случае обычного транспорта, даже если внешние алюминиевые пластины будут покрыты цепкой резиной. Многогранная поверхность новейшей конструкции, безусловно, намного более гладкая, чем у более ранних прототипов, но по-прежнему выглядит неровной и ухабистой по сравнению, скажем, с обычной шиной. Команда говорит, что не ожидает, что эти вещи будут коммерчески конкурентоспособными, уж точно не в их нынешнем виде. С другой стороны, способность к трансформации может пригодиться в определенных экстремальных условиях бездорожья, или для роверов, предназначенных для исследования других планет, поглядим, что из этого выйдет. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.